Возможно ли вернуть любимого мужчину по смс? Сейчас это очень распространено. Давайте-ка разберемся. Прежде чем я начну свой рассказ о самом главном, как вернуть любимого человека по смс, я бы хотела вам предложить совершенно бесплатно вступить в мое вайбер-сообщество, либо в группу ватсап. Внизу ссылочка и вступайте. Что вам это даст? Вы совершенно бесплатно будете получать важную информацию о том, какой день, что можно, что нельзя, бесплатные уроки про отношения мужчин и женщин, информация про сны. Итак, многие коучи, специалисты, психологи говорят, 100% вернем вашего любимого мужчину, либо женщину, кстати, по смс. Ну давайте-ка разберем, рабочая эта техника или нет. Представьте, что вы дрессировщик цирка, и у вас есть животные, и вы будете их дрессировать не лично, а спрячетесь и будьте только голосом, либо запишите свой голос на телефон, будете оставлять и будете животное дрессировать, чтобы он куда-то прыгнул. Животное не видит вас. Каким образом он может это все делать? Никак. Почему я сравниваю с животными? Потому что люди – это тоже животные, только нас отличает что? Ум, разум, правильно? А все инстинкты – все абсолютно то же самое. Так и мужчину. Представьте, мужчина ушел, да? Либо просто ушел, либо к другой. Либо вы его прогнали, потом решили, что вы его любите. И вы ему присылаете какие-то смс-ки. Например, «Найди кота!» Или «Как ты считаешь? А вот это правильно ли это?» Или «Какой цвет помада тебя встраивает?» Или, например, на что-то на прошлое направлено. Я общалась со специалистом, который предлагает такие смс-ки. Например, отправить какие-то картинки, которые ассоциируются с его прошлым. Поймите, если мужчина ушел, он категорически будет отвергать это прошлое. Его будет тошнить, выворачивать от того, что он это вновь видит. Вновь эти картинки думают, да господи, да я ушел и перекрестился, но мне не надо. Эти картинки не будут передавать ваших эмоций. Когда вы мужчине звоните, когда вы с ним встречаетесь по такому какому-то поводу незначительным, например, позвоните ему по работе, либо позвоните по какому-то отделу, скажите, ты знаешь, у меня к тебе вопрос. Не мог ли ты мне дать номер телефона такого-то там человека или врача, мне сегодня мужчине важен, нужен? Он скажет, да, хорошо, вы ему говорите, да, благодарю тебя. То есть мужчина должен понять, что вы в принципе не хотите его возвращать. Он увидит вашу интонацию. А когда он получает определенное смс-сообщение, он что думает? Что вы хотите его зацепить, причем очень неумным способом. Он вас вообще просто возьмет, заблокирует. Либо будет это смотреть, читать, думает, какая-то дурочка. Мне тут пишут какие-то смс-ки, найди кота или еще в таком роде. Никогда не ведитесь на это. Многие мои клиентки, которые обращаются ко мне за помощью, как вернуть любимого человека, сталкиваются с такими мошенниками. Я не побоюсь сказать и назвать их именно так. Потому что они отдают огромные деньги, а толку нет никакого. Я помогаю за небольшие деньги, за посильные деньги абсолютно для каждого. И вы с легкостью можете вернуть своего любимого человека, применив определенные техники. Напишите мне в личном контакте. Я для вас отправлю бесплатную информацию. Первоначальная информация моя будет для вас бесплатной. А с вами была я, ваша Наташа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok